Друзья, всем привет! Получил посылочку, поршневую группу на мотоблок, сейчас кратенький обзорчик и будем собирать двигатель. Поехали! Итак, давайте посмотрим тепловой зазор между поршнем и гильзой. Вот видите, зазор приличный. Что я хочу сказать, что 2 года назад я брал оригинальную группу зубр точно с таким же зазором. То есть 2 года отработало и пошло масло. Получается и здесь попался мне первый интернет-магазин, купил и собственно говоря зазоры одни и те же. Так, это с верхней части было и вот с нижней части, то есть юбка поршня. Здесь зазор намного меньше. Почему так? Потому что поршень отливается немножко неровно, то есть внизу, где юбка, диаметр поршня больше получается, а вверху меньше, потому что вверх у нас нагревается. Как вы знаете, при нагревании алюминь расширяется, поэтому так отливают поршня. А сейчас давайте посмотрим с вами тепловой зазор первого кольца. Как видим, он намного меньше, если сравнить с той группой, которую я показывал вам в прошлом видео, которая отработала 2 года. Установил я палец в нагретый поршень, значит шатун устанавливается у нас для смазки пальца отверстием вверх и поршень вот это у нас тоже получается вверх. Дальше устанавливаем резиновые кольца на гильзу. Как вы заметили, заказал я их 4 пары, но всякий случай от силиконовых отказался. Они мне в прошлый раз не понравились. Для того, чтобы установить гильзу в блок, друзья, применил я на этот раз маленькую хитрость, так как имею немножко опыт. При установке гильзы края сильно острые, посадочные и бывает срезало резиновые кольца. Чтобы этого не происходило, я взял дрель, взял сверло, заточил на конус и сделал вот такой вот подтай. Потом весь мусор магнитом выловил. Вот такая вот, друзья, хитрость. Так, ну и приступаем к установке гильзы. Смазываем графитной смазкой. Вот так вот. И начинаем устанавливать. Значит, в прошлый раз я устанавливал с помощью шпильки на 14. Я ее втягивал в середину просто. Но этот раз у меня дветель снятый, удобно, поэтому буду запрессовывать старым дедовским способом. Поставлю наставку и молоточком, таким хорошим молоточком, буду ее упрессовывать. Когда гильза немножко зашла, включаем фонарик и смотрим. Там прекрасно видно, не вывернулись ли наши резиновые кольца. Дальше устанавливаем кольца. Значит, маслосъемная у нас идет четвертая. Вот оно. Два одинаковых цветом идет третья и вторая. Вот оно. И самое верхнее, оно первое, идет с такой окантовкой. Что сверху, что снизу. В таком порядке будем и устанавливать. Замки и колец располагаем так, как указывает нам мануал. Ну а для того, чтобы установить поршень с кольцами, я применяю хитрость. Здесь беру старую гильзу и в старую гильзу все это дело подготавливаю. А потом уже отсюда буду устанавливать уже в новую гильзу. Так, готово. Наш снаряд заряжен. И теперь нам его нужно протолкнуть в наш блок. Вот так легко и просто установил я поршень вместе с кольцами. Дальше, друзья, ищем вкладыши, чтобы попали на коленвал. Вот, наверное, попали. И подводим их под лючок на ту сторону. Теперь зажимаем вкладыши. Не забываем, что в вкладыши устанавливается замок до замка. Затяжка 5-6 килограмм. И проверяем, чтобы нигде не закусывало. Но так как они уже здесь работали, я думаю, тут проблем не будет. Как видите, все прекрасно крутится. И не забываем зашплинтовать. Так, друзья, перешли к прокладочке. Намазываю ее тоже графитной смазкой. И будем пробовать устанавливать. Головку, друзья, я проверил. Значит, впускной клапан немножко подтекал. Пришлось его немножко притереть. Здесь я тяну головку, как бы сказать, без ключа. На чувствительность. Сейчас зажму, завтра еще подтяну. И когда нагрею, еще раз подтяну. То есть, три раза. И этого, я думаю, достаточно. Устанавливаю запасной радиатор. Зимой он сейчас не нужен. Но весной его уже подключу. Как видите, друзья, двигатель уже собран. На сборку пошло где-то полдня. Осталось его заправить маслом, охлаждающей жидкости. Добавить топливо. Установить на раму. И пробовать заводить. Друзья, но сил уже нету. Поэтому оставлю все это дело на выходные. Потом сниму вам коротенькое видео. Как он заведется после ремонта. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok